Женскую мечту о длинных ногах помогут реализовать бараны. Российские ученые успешно завершили 4-летний эксперимент по наращиванию костной ткани. Специалисты прооперировали десятки парнокопытных, ведь именно их конечности по строению ближе всего к человеческим. Технология пригодится не только в пластической хирургии, она поможет и в лечении тяжелых травм. Ну и как парнокопытные проложат путь к красоте и не только, узнала Ирина Люлина. В эксперименте мы использовали заднюю конечность. Именно вот в этом месте стоит имплант. Овцы, бяшка, дашка и глажка копытами проложили дорогу в будущее травматологии и эстетической хирургии. Вместе с другими баранами они участвовали в эксперименте по восстановлению костей. Животным вырезали участок берцовой кости и заменили его на имплант, пропитанный стволовыми клетками. По данным гистологии, предварительным данным, которые у нас сейчас имеются на третьем месяце, уже полностью происходило заживление этого участка. Способ заселения импланта стволовыми клетками разработали в этой небольшой лаборатории. Эта технология и есть главное открытие ученых. Исследования шли несколько лет. Сначала подбирали подходящий биоматериал. Остановились на готовом импланте из кальция и фосфора. Сам имплант напоминает пробку из-под вина. Он пористый, его структура повторяет структуру костной ткани, если бы из нее убрали все белки. Загрузка стволовых клеток осуществляется здесь, в ламинарном шкафу. Способ сотрудники центра хранят втайне. Затем будущую кость помещают в специальный инкубатор, где в питательной среде количество стволовых клеток увеличится в несколько раз. Следующий этап – проверка стволовых клеток на токсичность. Затем испытания на мышах и только потом на овцах. Данная технология имеет широкий спектр использования. Это и все травмы костной ткани в каких-то ортопедии. Медицина – катастроф, когда происходит очень большая потеря костной ткани. И, кроме того, это, конечно, может быть использовано для удлинения конечности, для удлинения ног. Правое бедро на 10 и голень на 11. Вот он сейчас согнет с огненовки. Посмотрите, где у нас коленные суставы. Это вот настолько удлинено. Модест принес уже три операции на ногах. До курса лечения рост у юноши был метр сорок три. В Курганском центре травматологии ноги удлиняют каждый день. В основном детям, организм которых из-за серьезных заболеваний не вырабатывает гормон роста. Есть и другие пациенты. Они здоровы, но не очень довольны своей внешностью. Каждый настаивает на то, чтобы увеличить обязательно свой рост. Им это может быть мешает в карьере, кому-то мешает в жизни. Поэтому они обращаются тоже. Методики отработаны. Проводится это в отделении первой ортопедии. Отделение на 35 коек. Не пустует, поверьте мне. Удлинение ног – очень сложная хирургическая операция. В ногу пациента вставляют спицы, на которые крепят металлические кольца. Затем кость распиливают и кольца раздвигают по 1 мм в сутки. Лечение занимает не менее полугода, а зачастую и дольше. К идее использовать имплант со стволовыми клетками врачи центра относятся с опаской. По их мнению, метод Элизарова хоть и долгий, но зато проверенный и надежный. Если говорить про аппарат Элизарова, это такой же бренд, как автомат Калашникова. Это универсальный аппарат, который можно применить от травмы до удлинения конечностей. Я думаю, что авторы своего направления, так сказать, может быть, и когда-нибудь найдут применение более широкое. Но пока я считаю, что все это можно делать аппаратом Элизарова. В столичной клинике спортивной травматологии о новом изобретении тоже пока не слышали. Удлинять ноги без веских на то причин главный врач не советует. Косметическое удлинение – это вещь чрезвычайно опасная, приводящая к большому количеству осложнений. И мы этим не занимаемся, и этим вообще мало кто занимается в мире. Потому что довольно прогнозируемо большое количество осложнений. Альтернативный способ удлинения ног – это методика с использованием высокотехнологичных штифтов. Они имеют внешнее управление и самостоятельно растягивают кость по миллиметру в день. Удастся ли в будущем заменить эти штифты на импланты из биосовместимых материалов, пока не могут сказать даже специалисты. Надо понимать, что это дефект кости. Кость в этом месте не будет никогда расти. Заполнить можно, удлинить – нет. Таких работ в мире нет. Впрочем, эстетическая медицина – только одна из возможных областей применения новой биотехнологии. Впереди еще много проверок и экспериментов. Так что, скорее всего, барашкам из ветеринарной академии придется пожертвовать во имя науки и другими ногами. Ирина Люлина, Наталья Новгородова, Михаил Кондратьев. Программа «Пятница».